После резекции кишки производим формирование культи оставленных участков. Рассматривается вариант ушивания культи двухрядным швом. Вначале накладывается сквозной непрерывный шов Шмиддена, начиная от угла кишки. Вкол иглы производится со стороны слизистой оболочки кишки, поочередно в обе стенки. После завязывания первого узла прошивается вся культя. Последний уздел вяжется с использованием двойной нити из незатянутой петли. Затем приступает к наложению ряда швов ламбера, узловых, сирозомышечных. Вкол и выкол иглы производится с каждой стороны от первого ряда швов, захватывая в шов только сирозную и мышечную оболочки. При завязывании узла сирозная оболочка обеих петель кишки смыкается, закрывая первый ряд швов. Расстояние между отдельными швами ламбера 0,5-0,7 см. Аналогичным образом ушивается и вторая культя. Для изоперистальтического соединения петли кишки сопоставляются друг с другом так, чтобы ушитые культи были направлены в противоположные стороны. Далее накладываются два узловых шва ламбера на боковые поверхности сопоставленных отрезков кишки на расстоянии один от другого, равном не менее полутора диаметра кишки, для обеспечения достаточного размера будущего анастомоза. Эти два шва играют роль держалок. Затем между этими швами накладываются остальные сирозомышечные швы на расстоянии 0,5-0,7 см друг от друга. После срезания нити швов ламбера, кроме двух крайних, остроконечным скальпелем и ножницами вскрываем поочередно просветы обоих отрезков кишки на расстоянии 0,5 см от ряда швов ламбера и не доходя по 1 см до крайних швов держалок. На заднюю губу анастомоза накладывается непрерывный обвивной шов стежками через 2-3 мм. Продолжение следует... Дойдя до противоположного угла разреза этой же нитью, переходим на переднюю губу анастомоза и начинаем накладывать шов Шмиттена в кол в оба отрезка кишки, производится со стороны слизистой. Вернувшись к началу непрерывного шва, составленным концом нити первого узла, завязываем и последний узел, после чего нить отрезаем. Последний этап. Наложение швов ламбера поверх шва Шмиттена, наложенного на переднюю губу анастомоза. Эти швы накладываются на расстоянии 0,5-0,7 см друг от друга. Последними срезаются нити швов держалок. Таким образом, анастомоз бок в бок выполнен двухрядным швом. Первый ряд грязные швы, а именно на задней губе непрерывный обвивной, на передней губе шов Шмиттена. Второй ряд чистые швы ламбера поверх задней и передней губ. Субтитры создавал DimaTorzok